Новый завод по производству стеклопластиковых труб открыли близ Алматы. Совместно российско-казахстанское предприятие будет производить продукцию для нефтегазового сектора Казахстана. Объект должны были запустить в эксплуатацию еще в прошлом году, но пандемия не позволила это сделать. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 700 миллионов тенге. Трудоустроили 63 человека. Большинство из них – жители поселка Илийского района. Завод способен производить 350 километров стеклопластиковых труб в год общей стоимостью свыше 2 миллиардов тенге. На полную мощность его планируют вывести через полгода. Технологии будущего с точки зрения нефтяной отрасли и с учетом того, что Казахстан имеет бурно развивающуюся сферу нефтяную и здесь устойчивый спрос на соответствующую продукцию, наша компания приняла решение выйти на казахстанский рынок не только как иностранный поставщик, но и как национальный производитель. За биржевыми торгами в Казахстане будут следить в онлайн-режиме. Специально для этого столицы открыли ситуационный центр биржевого комитета. Вице-премьер Роман Скляр отметил эффективность товарных бирж – бензин, уголь и даже битум. Товары пусть и не первой необходимости, однако в сезон спрос на них нередко в разы превышает количество предложений, отчего стоимость их стремительно растет. На рынке появились спекулянты. Открытие ситуационного центра биржевого комитета – это финальная точка самого переломного периода. Теперь отсюда специалисты будут в режиме онлайн отслеживать ход торгов, мониторить биржевые и внебиржевые котировки и контролировать соблюдение антимонопольных требований. По результатам первых торгов через товарные биржи только угля было реализовано на 700 миллионов тенге. Долгие годы биржевые сделки за пределами биржи заключались, а на бирже они просто регистрировались. Поэтому многие биржи не имели даже офисов, своей инфраструктуры, и поэтому они назывались карманными, квартирными биржами. За полгода нам удалось ситуацию переломить. Целью создания ситуационного центра является возможность онлайн-доступа ко всем площадкам нашей страны. Также это и глобальным биржам. Мы наблюдаем за развитием организованных товарных рынков, которые представлены биржами. В Беларуси вырос спрос на агроусадьбы. Из-за пандемии многие жители летние отпуска проведут на родине. Места бронируют уже на следующий год. В прошлом году, несмотря на пандемию, в белорусских агроусадьбах отдохнули до полумиллиона человек. В этом году число туристов вырастет примерно на 20%. Оставаться на плаву даже в кризис отрасли помогает государство. Например, владельцы бизнеса могут взять льготный кредит более 140 тысяч долларов на срок до пяти лет. За 14 лет количество агроусадьб в Беларуси выросло 86 раз. Сейчас их в стране почти 3000. Ровно год назад, когда мы поняли, что выезда вообще в другие страны нет, и, в общем-то, отпуск нужно как-то проводить, именно агро-экотуризм стал такой панацеей для нашего отдыха. И я могу уже сегодня с уверенностью говорить, что это своеобразный бренд Республики Беларусь, потому что он развивается очень стремительно и действительно на достойном уровне. В Кыргызстане резко подорожала морковь. Цены на нее в этом году в пять раз выше, чем в прошлом. В разгар лета на базарах Бишкека настоящая симфония ароматов свежих фруктов и овощей. Не хватает разве что морковных ноток. Обязательный ингредиент для любого многим плова продают лишь в нескольких местах. Да и там цена достигает полутора доллара за килограмм. Всего месяц назад за морковь просили меньше 50 центов. К резкому повышению цены многие кыргызстанцы отлезлись с юмором. В социальных сетях сравнивают с золотом, посвящают ей стихи и завидуют продавцам овощей. Резким повышением цен заинтересовалась государственная антимонопольная служба. Ведомство не исключает возможность спекуляций. На следующей неделе в Кыргызстане могут вести государственное регулирование цен и ограничить экспорт моркови за рубеж. Для того, чтобы морковный кризис в будущем не повторился, Министерство сельского хозяйства Кыргызстана совместно с фермерами планирует увеличить посадки площади овощей. Мы предполагаем, что это сезонный характер. Только массовая уборка урожая будет в начале июля собираться. Тогда и цены будут падать. Россия сейчас попадает в демографическую яму. Для изменения ситуации необходимо сфокусировать все условия, сообщил на съезде «Единой России» президент Российской Федерации Владимир Путин. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию этого года уже говорил о сложной ситуации в демографической сфере. Как отметил Путин, чтобы переломить негативные тенденции, нужно сфокусировать все условия на этой цели. По его словам, необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, здравоохранения, социальной сферы, образования, погреблению традиционных ценностей. Президент отметил, что «Единой России» показала способность к обновлению и постоянному развитию. Ее Путин назвал партией социальной направленности в силу внесенных инициатив. Поддержка людей станется главным приоритетом в будущем. В качестве одной из мер поддержке президента предложил новую льготу для семей с двумя и более детьми. Их нужно освоить от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой в течение календарного года. Так, в ходе выступления на съезде Путин заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы жителей России и снизить уровень бедности. 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, которые растут в неполных семьях. Ну, по-разному в жизни бывает. Но есть маленький человечек, есть ребенок, мы обязаны поддержать. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше 8 лет. Португалия была первой страной Евросоюза, которая представила Брюсселю окончательную версию своего плана восстановления после пандемии и обеспечения устойчивого развития. Первой же она получила положительную оценку. Это значит, что Португалии причитаются средства от общего восстановительного фонда. Она придает особое значение научным исследованиям и инновациям, которые теперь получают дополнительное финансирование. Председатель Еврокомиссии лично посетила Лиссабон, чтобы объявить об утверждении национального плана. Португалия намерена больше инвестировать в здравоохранение, жилищное строительство, повышать капитализацию компаний. Учтены требования Еврокомиссии относительно внедрения цифровых технологий и сокращения выбросов углекислого газа. Местные экономисты, написавшие книгу о влиянии COVID-19, выразили сомнения по поводу эффективности плана в ближайшей перспективе. Выплаты Португалии другим пострадавшим странам должны начаться в июле. В фонд восстановления и устойчивости ЕС уже поступили первые 20 миллиардов евро. Эти кредиты с десятилетним сроком погашения. Между тем, Урсула фон дер Ляйн продолжает свою поездку. Она намерена обсуждать и утверждать восстановительные планы в Испании, Греции, Дании и Люксембурге. «План явно соответствует строгим критериям, которые мы совместно установили», – сказала Урсула фон дер Ляйн. «Он амбициозен, дальневиден, и, что самое важное, он поможет построить лучшее будущее для Португалии и португальского народа». В Мадриде тысячи человек вышли на демонстрацию с требованием поддержать самоопределение Западной Сахары. Марши начались несколько месяцев назад в испанских регионах. Их участники в итоге соединились в столице. Они называют нынешнее состояние Западной Сахарой незаконной оккупацией. В прошлом году президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Но в Европе, в частности в Испании, его примеру не последовали. Это вызвало возмущение в Рабате. Аналитики считают наплыв марокканских мигрантов в испанские Сеуту и Мелелью следствием этого конфликта. Испания до середины 70-х контролировала Западную Сахару. На фоне собственных внутриполитических проблем того времени Мадрид не стал деколонализировать территории и не предоставил ей право самоопределения. Фактически ее заняли марокканцы, но с этим же согласились местные жители, представители фронта Писарио, которые еще при испанских властях готовились вести вооруженную борьбу за независимость. Сейчас Западная Сахара разделена на двое. Большую часть контролирует правительство Марокко, а Юго-Восток, вдоль границы с Мавританией, под контролем частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики. В Вене завершился шестой раунд переговоров по иранской ядерной программе. Участники встречи говорили о прогрессии по ряду вопросов, но без конкретики. Результат президентских выборов в Иране, по мнению европейских представителей, не окажет существенного влияния на развитие событий. Иранские представители заявляют, что для возврата к соглашению уже созданы все условия, недостает лишь принципиальных политических решений. В Тегеране считают, что такое решение должны в первую очередь принять на Западе. Участники переговоров отправляются в свои столицы на консультации с руководством. В Израиле тем временем призывают участников встречи одуматься и прекратить переговоры со страной, чей новый президент в санкционном списке за организацию массовых казней. Эбрахим Раиси пока не высказал свое мнение о продолжении переговоров с «шестеркой». Западные аналитики называют его решительным сторонником поддержания как ядерной, так и ракетной программы Ирана. Мы ближе к цели, чем неделю назад, но все еще не достигли ее. Мы добились прогресса по ряду технических вопросов. У нас теперь больше ясности по ряду технических документов, некоторые из которых весьма сложные. И это дает нам также ясное понимание того, каковы сейчас политические проблемы. Избрание Раиси – это последний шанс для мирового сообщества очнуться до того, как возобновлять переговоры по ядерной сделке. Шанс понять, с кем мы имеем дело. Это убийцы, массовые убийцы. Субтитры создавал DimaTorzok